Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовой независимости. Много лет я уже реализую инвестиционную стратегию под названием дивидендная зарплата. И сегодня будет видео как раз про мой дивидендный доход. Важнейшее видео. Результаты 2022 года. Цифры доходности прогноза. Но сначала продемонстрирую инвестиционный портфель, который как раз таки и генерит дивидендную зарплату, которую вы сегодня увидите. Особенно интересно будет узнать реальные цифры дивидендной зарплаты с учетом того, что 2022 год отличился серьезнейшим кризисом в дивидендных выплатах российских эмитентов. А дивиденды от иностранных акций я перестал получать почти полностью, так как инвестирую в иностранные акции через Санкт-Петербургскую биржу. Итак, состав, структуры моего инвестиционного портфеля сейчас видны на экране в виде диаграммы. Инвестиционная туристическая недвижимость в Италии – это, естественно, тоже инвестиции, причем недвижимость была куплена на инвестиционные активы фондового рынка, которые я предварительно продал. Можете посмотреть вот это видео на экране данной обложки. Там есть соответствующие старые скриншоты брокерских счетов, и все станет очевидным. Итак, сейчас стоимость моего инвест-портфеля более 53 миллионов рублей. На экране актуальные цифры на день, предшествующий выходу этого ролика. Есть еще денежные средства, так называемый кэш, в основном он в Италии. Их я в стоимости портфеля пока не учитываю. Это те самые дивиденды от сдачи в аренду туристической недвижимости, накопились за много месяцев. Сегодня про них я как раз-таки и расскажу, кроме всего остального. Есть еще кэш, имеются в виду дружественные валюты, о которых я много рассказывал до этого. Ну ладно, суть не в этом. Начинаю. Мое инвестирование существует много лет, уже около 23. Инвестиционный портфель растет в стоимости. Реально растет, так как я не занимаюсь фигней типа трейдинга и спекуляций. Собственно, поэтому он и растет. Ну а самое важное, эти активы уже давно генерируют растущий с годами дивидендный доход. Так вот, дивидендная зарплата это доход от инвестиционной деятельности за год в виде дивидендов. Ну, естественно, деленный на 12. То есть среднемесячный доход от инвестиционной деятельности. На экране история моего среднемесячного дивидендного дохода. Последние три с лишним года я все это дело показывал на канале. Раньше первые два года показывал годовые и месячные итоги по дивидендной зарплате. Все прозрачно и понятно, все скриншоты и расчеты на канале есть, все доказательства. Единственное, что в последний год не было роликов с промежуточными месячными итогами. Думаю, причина понятна и на ней я не вижу смысла останавливаться. Как видите, по итогам 2021 года дивидендная зарплата получилась 244 тысячи рублей. Прогноз на 2022 по среднемесячной дивидендной зарплате я сделал, естественно, в начале года. А было отдельное видео, если хотите, то можете его найти и посмотреть. В нем прозвучало прогнозное значение дивидендной зарплаты 350 тысяч рублей среднемесячно дивидендами. Ну а фактически результат 2022 года, который реально получился, вы узнаете сегодня, ну правда попозже. Вот, еще раз взгляните на экран. Такие среднемесячные пассивные доходы не создаются за полгода или за пару лет. Это надо понимать и принимать. Если надо быстро, то вам к сказочникам, ну или к мошенникам. Там вам пообещают счастливую финансовую независимость за год или даже быстрее. Особенно много чудо инвесторов и мега успешных трейдеров развелось в Телеграме. Ну а в реальности нужно много лет. В моем случае ушло больше 20 лет. При этом никакой экстремальной экономией я, конечно же, не занимался. Со временем такой пассивный доход способен обеспечить вам финансовую независимость от работодателя. Это когда зарплата на вашей основной работе вам уже будет не очень важна. У меня это уже произошло. У меня сейчас вот заработная плата по моей основной трудовой деятельности меньше, чем вот этот вот сегодняшний доход, о котором вы сегодня узнаете. Я достиг финансовой независимости в 47 лет. На экране обложка того ролика, в котором я констатировал достижение своей финансовой независимости. Это реальность. Достиг именно от инвестиционного дохода, являясь наемным работником. Большую часть инвестиционного периода я был руководителем среднего звена в продажах. Сейчас уже почти два года я являюсь коммерческим директором. Это уже можно отнести к топ-менеджменту. Ну что, в общем-то, не важно. Важно то, что финансовая независимость была достигнута без бизнесов, без везения, без диких рисков и без наследства. Наемным трудом и последовательными инвестициями. То есть я своим существованием как бы доказываю, что это реальность для большинства из вас. Особенно есть не косячить и все делать правильно с самого начала. Это важно. Продолжаю. Сейчас получается так, что в моем инвестиционном портфеле присутствуют практически только дивидендные активы. За очень редким исключением. Ростовых активов совсем мало. По сути, покупкой доходной туристической недвижимости я трансформировал свое инвестирование так, что досрочно увеличил дивидендный доход. Перешел на дивидендную стратегию. Про плюсы инвестирования на фондовом рынке относительно инвестиций в недвижимость я уже рассказал достаточно давно на канале. Обложка этого ролика сейчас на экране. Все там сказано правильно. От этих слов я никогда не откажусь. И вам стоит учитывать эту информацию в своем инвестировании. Но для меня вот эта вот недвижимость не только инвестиционный дивидендный актив, но и цель и мечта. Стоит это понимать. Но по недвижке, по цифрам я еще сегодня расскажу. Так вот, получилось, что у меня сейчас акцентирована дивидендная стратегия, которая позволяет уже жить только на дивиденды. Но я не рекомендую становиться фанатом дивидендов сразу и самозабвенно. У дивидендов есть свои минусы. Я о них тоже рассказывал. Повторять здесь не буду. В нормальном, правильно сбалансированном инвестировании есть место и для дивидендных активов, и для ростовых. Конечно, есть место и для фондов. И это все не предмет для дискуссии. Доли ростовых, стоимостных, защитных активов надо определять индивидуально, в зависимости от возраста риск-профиля цели инвестирующего. Нет, кстати, смысла спорить о том, хороша ли дивидендная стратегия или нет. Надо просто знать, как правильно определить в инвестиционном портфеле долю тех или иных классов активов или активов с похожими инвестиционными характеристиками. В своем обучении я все это рассказываю простым, понятным языком, без воды и показных сложностей. Так, рассказываю, что в результате каждый из вас, по результатам вот этого обучения, сможет инвестировать правильно и не косячить. А то, что у вас косяков полно, это хорошо видно по некоторым комментариям, ну и по вопросам в закрытом клубе тоже. Инвестируйте правильно сразу, таким образом сбережете себе и нервы, и время, и, конечно же, деньги. Встанете на путь к финансовой независимости и достигнете своих целей по благосостоянию. Кто-то достигнет 47 лет, как я, кто-то в 55, кто-то и в 35. У каждого из нас разные доходы и, кстати, разные цели по финансовой независимости. Так что обучайтесь и достигайте это реально. Вот, а теперь мои обещанные цифры. Сначала про доход от итальянской недвижимости. За целый 2022 год, очищенные от различных издержек и налогов арендные платежи, то есть по сути дивиденды, составили 4 миллиона 768 тысяч рублей. Если верить вот этой таблице, которую я веду уже давно помещено. Но верить ей все же не стоит, потому что здесь евро были переведены по курсу в рубли на момент их получения, ежемесячные цифры. Но вы же ведь помните, что сразу после февральских событий курсы валют зашкаливали конкретно. Правда, потом был также и период слабого евро, который частично компенсировал неадекватный курс евро в весенний период. В общем, за год я получил 65 тысяч евро с копейками. Для удобства восприятия округляю. В рублях получилось 4 миллиона 550 тысяч рублей. По курсу евро 70 рублей. Так будет правильнее считать, потому что все эти евро так сейчас в Италии и находятся. Именно в виде евро. Надеюсь, что вы также заметили, что я взял курс евро сильно ниже курса на момент выхода ролика. Я просто вижу, что курс мощно скаканул, и уже лучше я возьму значение ниже, так как у меня нет задачи завысить и приукрасить свои результаты. Пусть они будут немного заниженными. Нормально. Продолжаю. От инвестиций в российские акции и в иностранные акции за год получилось всего лишь 88 тысяч рублей дивидендами. Это гораздо меньше, чем можно было бы получить в нормальный не столь кризисный год. Я сложу эти цифры, с вашего позволения, округлю до 4 миллионов 643 тысяч рублей. Это мой пассивный доход от инвестиций за 2022 кризисный год. Конечно, я здесь не буду мелочиться и прибавлять сюда проценты от банковских депозитов. Это лишнее. Итак, 4 миллиона 643 тысячи рублей. Делю на 12, получаю 386 тысяч рублей. Это и есть моя дивидендная зарплата в рублях за 2022 год. Среднемесячный пассивный доход. Давайте сразу дам небольшой анализ произошедшего. Ведь результат получился очень хороший даже на фоне серьезного дивидендного коллапса по российским и по иностранным акциям. В чем причины такого хорошего результата? Коротко. Цены на аренду росли, обгоняя высокую инфляцию. А возросшую стоимость отопления пока удается почти полностью переложить на отдыхающих. Вот зимой, возможно, будет похуже с ростом расходов на отопление. Но декабрь уже показал, что все вполне нормально в плане экономики. Заметного и сильного влияния на прибыль от роста коммунальных расходов нет. Но давайте здесь я не буду конкретизировать вот это дело. В начале года сделаю ролик с прогнозом дивидендной зарплаты на 2023 год. Там будет больше конкретики, если, конечно, вам оно интересно. Сразу предвижу вопрос о том, как сильно бы снизилась моя дивидендная зарплата, если бы не было арендной туристической недвижимости, и я продолжал бы полностью находиться в акциях. Ответ очевиден. Очень сильно снизилась бы. Но я это легко бы пережил, так как восстановление происходит, как правило, довольно быстро. Я же долгосрочный инвестор. В любом случае, я был бы готов и к такому сценарию. Опыт уже есть. Подушку безопасности тоже никто не отменял. Вот, что получилось. Про результат. Получилось даже заметно больше плана, выше плана. План был 350 тысяч рублей, напоминаю. Конечно, меня радует превышение факта над планом. Но и жизнь у нас заметно подорожала. Подорожала она и в Италии. Инфляция, мать ее. Так что, по факту, в реальности я не очень сильно убежал от уровня финансовой независимости, несмотря на заметное перевыполнение плана. Но все же продолжил отдаляться от достигнутого уровня в положительную сторону. А это важно. Также вы наверняка заметили, что в общей сумме дивиденды именно от акции пока небольшие. И серьезно на величину дивидендной зарплаты повлиять не смогли. Но эта часть дивидендного потока будет расти. Я буду ее наращивать довольно активно. Есть в этом уверенность. Так что покупок акций на канале будет много, станет еще интереснее. Будут покупки и дивидендных, и ростовых активов. Все в соответствии с моим риск-профилем и основными принципами портфельной теории распределения активов. Но вот как видите, инвестирование того стоит даже в кризисный период. Дивидендная зарплата растет и будет расти. Если все делать правильно и не верить в различные инвестидеи, и не идти на поводу у псевдоучителей без реальных знаний и опыта, но в деловых костюмах и с красивыми фотосессиями. И не вестись на навязывание вам хитро выдуманного трейдинга, крипты, ипотеки для инвестиций, ИСЖ, НСЖ, кредитных нот, IPO и так далее. Список подобных опасностей и ненужностей можно продолжать долго. Но на сегодня это все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами сил сложно процентов. Субтитры сделал DimaTorzok